Концепция того, что человечество волонсирует на грани третьей мировой войны, больше не прерокатива кучки безумцев. Те из вас, кто уделяет этому внимание, отметили, что в действительности война уже идет плодым ходом. В этом видео мы рассмотрим ключевых игроков и союзы, которые они образовали, разоплачиваем мотивы и предоставим доказательства преступлений, которые они уже совершили. Россия, Китай и Иран явно поддерживают сирийское правительство. Россия оказывает поддержку с воздуха, поставляя передовые зенитно-ракетные комплексы, тяжелое вооружение и подготовку. Иран – это часть наземных войск. В настоящее время Китай больше озабочен сохраняющейся напряженностью в Южно-Китайском море и пока не склонен поставлять ракеты в Сирию. Однако они всегда должны учитывать варианты непредсказуемого поведения. Нынешнее иракское правительство также непредсказуемо. В 2015 году они начали указывать несколько смысленных направлений, в которых лежат их интересы. Например, они сказали, что не приветствуют новые наземные операции правительства США, но в то же время заявляют, что они намерены рассмотреть Россию в качестве военного помощника. Список стран, настаивающих на смене режимов в Сирии, немного длиннее. США, Франция, Англия, Германия, Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Турция и Израиль. Если видеть эти страны вместе, находящихся в одной лодке вам, кажется странным, взгляд на их мотивы значительно проясняет некоторые вещи. Это не просто один мотив для пролития крови и смертей. Существует целая сеть мотивов, которые пересекаются в довольно необычных местах. Конечно же, деньги играют в этом роль. В 2009 году Катар выступил с предложением построить газопровод, который бы прошел через Саудовскую Аравию, Артанию и Сирию, в Турцию и Европу. Однако президент Сирии отверг это предложение. Вместо этого в 2011 году он поддержал пакт с Ираком и Ираном, пустив трубу восточнее, полностью отрезав Катар и Саудовскую Аравию от трубы. Начиная с этого момента, джихадисты начали заполонять регион с намерениями по свержению Асада. Запад представил эти группы в качестве борцов за свободу. В прошлом большинство из этих боевиков, состоявших в ИГИЛ, сунитские джихадисты, что имеет существенное значение, поскольку Саудовская Аравия, Катар, Турция и Ордания все недавно, а Саудовская Аравия, в частности, имеют давнюю историю распространения своего предпочтительного вида сунитского экстремизма, вахабизма, вкладывая значительные средства в строительство мечетей школ и сунитских культурных центров в мусульманском мире. Теперь они имеют ИГИЛ, толкающий их под дулом пистолета к использованию вахабистской формы сунитского ислама. ИГИЛ – это не просто какая-то темная операция. Вахабизм – это философия, призывающая своих приверженцев брать власть силой и возводить законы шариата. Иран – шииты. Нынешняя власть в Ираке – шииты и имеет тесные связи с Ираном. Сделка по трубопроводу, на которую Асад согласился, усилила бы шиитский блок и их региональное влияние. Сунитам это не нравится. На самом деле, этому явлению даже был танцермен – шиитская дуга. Израилю также не нравится расширение влияния шиитов как таковое. И поэтому они решили работать с сунитами из параллельного блока для противодействия иранскому влиянию. Вот почему Израиль совершал многочисленные удары с воздуха против сирийского правительства на протяжении многих лет и оказывал медицинскую, материально-техническую поддержку и безопасный проход известным джихадистам. В 2013 году посол Израиля в США Майкл Орен сказал «Иерусалим пост», что изначально сообщалось, что сирийская проблема была в том, что мы всегда хотели, чтобы ваша раса ушла. Мы всегда предпочитали плохих парней, которых не поддерживает Иран, плохим парням которых Иран поддерживал, даже если другие плохие парни были связаны с Аркаидой. Давайте над этим подумаем немного. Начиная с этого момента, если вы спросите прямо, любое из этих правительств вооружают или финансируют они джихадистов в Сирии, они будут утверждать, что они поддерживают лишь умеренных повстанцев, в частности свободную сирийскую армию. Однако командиры свободной сирийской армии пошли дальше, сказав, что они взаимодействуют и проводят совместные операции с Аль-Нусрой, официальный ветвь Аль-Каиды в Сирии. И ИГИЛ, и Аль-Нусра официально объединились в альянс. И точно установлено, что в командовании свободной сирийской армии в течение многих лет доминируют исламские экстремисты. Кроме того, комиссия экспертов, основанная Тони Блеером, выпустила отчет в 2015 году, в котором пришла к выводу, что это было бессмысленно. Пытаться провести различия между умеренными повстанцами и джихадистами, поскольку большинство из этих групп разделяют основную систему убеждений ИГИЛ и навязываются законы шариата. Поддержка, оказываемая в этих группах, может быть интерпретирована только как материальная поддержка терроризма, что является преступлением. Теперь правительство США вооружает, финансирует и обучает этих экстремистов как скрыто, так и открыто с 2011 года. Однако эта поддержка не была бы возможна без помощи первоначальных членов коалиции против Асада. В течение многих лет Иордания разрешала ЦРУ организовывать тренировочные лагеря для боевиков и предоставлять этим боевикам безопасный проход в Сирию. Катар также проводил тренировку групп. В 2014 году ПБС побывала в одном из таких тренировочных лагерей и побеседовала с некоторыми из слушателей. Один из бойцов рассказал журналистам, что они были обучены, как добивать еще живого солдата после засадок. Добивать раненых солдат – это явное нарушение Женевской конвенции, это военное преступление, а значит это террористическая организация, а не умеренные бойцы за свободу. Многие годы Турция была главным маршрутом перевозки материалов и персонала на территорию джихадистов. Ярким примером этого были поставки 400 тонн оружия, похищенных из арсенала в Каддафе, в Турцию, и их последующая переправка в Сирию в 2012 году. С этого момента они даже не пытались это скрывать. Уже было ясно, что джихадисты получат любимую долю оружия. Иордания, Саудовская Аравия и Катар также оказывали содействие в переброске тяжелого вооружения в Сирию. В Сирию летали сотни грузовых рейсов, а тут еще во всех новостях эти пресловутые грузовики Тойота, которыми управляли ИГИЛ. Откуда они получали эти грузовики? Американские чиновники сделали шоу из расследования, но было бы гораздо проще, если бы они просто позвонили в Госдепартамент США. Госдепартамент поставлял Тойота Хеликс точно такую же модель, что использует ИГИЛ для сводводной сирийской армии годами. Специфическое оборудование, такое как Тойота Хеликс, будет доставлять войска и перепасы на поле боя. Часть парка даже может стать оружием на поле боя. Совершенно точно можно рассчитывать, что на многие из этих грузовиков будут установлены пулеметы с обслуживающим экипажем или иное оборудование военной техники, которому оппозиционные войска имеют доступ. Я имею в виду, что это одна из причин, почему грузовики являются таким важным множителем силы, потому что они могут быть использованы как в гуманитарных целях, так и в оперативных. Зная реальную сеть альянсов между группами боевиков, вполне логично предположить, что в итоге за рулем окажется ИГИЛ. Давайте не будем забывать о немце. На этом этапе ИГИЛ достигло такой точки, когда оно больше не нуждается в прямой спонсорской помощи. Организация получает примерно от 1 до 2 миллионов долларов в день за счет продажи нефти. США были в курсе этого, но не сделали ничего, чтобы остановить это. Они даже не осудили страну, которая содействует реализации этой нефти. Россия с другой стороны начала бомбить нефтяные караваны, направляющиеся в Турцию в ноябре 2015 года. Вскоре после того, как Турция сбила российский Су-24, который якобы нарушил воздушное пространство Турции на 17 секунд, Россия однородовала спутниковые доказательства, которые показывали, как Турция гонит котрамбадную нефть от ИГИЛ. Правительство США проигнорировало эти доказательства. Они не учли их среди своих собственных доказательств. Так куда же идет нефть? Мы должны просто выяснить одну маленькую деталь. Они знают, но ничего не делают. Почему? Правильно. И я предполагаю, чтобы мы не призывали Турцию прекратить покупать нефть, потому что мы не хотим задать этих чувств. Это явно не в интересах противников АСАБа. Устраняя ИГИЛ, Соединенные Штаты и Франция стремятся продемонстрировать свои воздушные удары и специальные войска. Но чего они действительно хотят? Это возможность осуществлять военные операции в Сирии. Только в этом случае они будут иметь возможность наполиять на исход событий. Беда в том, что Россия впереди. В отличие от США и Франции, они имеют разрешение работать в стране. И это дало им основание установить сильную сеть противовоздушной обороны, которая в любой момент может быть использована для обеспечения бесполетной зоны. Вашингтон находится в слабой позиции, в которой он не может выиграть. Поэтому им придется найти способ вывести Россию из равновесия и перевернуть ситуацию. Важно помнить реальные ставки в этом конфликте. Запад находится в состоянии упадка. Их влияние бывает. Если США и их союзникам не удастся отстранить Башара Асата от власти, они столкнутся более чем с сильными геопоследствиями. Если они не смогут, они рискуют быть вытеснены из региона. И их заменит Россия. Это даст громадное количество рычагов давления на глобальные энергетические рынки. И это, конечно, имеет серьезные последствия для нефтедоллара. Для Вашингтона это неприемлемый результат. Поэтому стоит ожидать неожиданного. И осуществляйте, что мы хорошо защитимы и способны принимать борьбу к тем, кто за нас. Как президент, я сделаю очевидно, что США будет воспринимать сибер-аттеками, как в любом другом. Мы готовы с серьезными политическими, экономическими и милитарными ответами. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну, как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучат. Продолжение эстонии сейчас, прямо к влево, к влево, к влево, это Россия. Продолжение эстонии сейчас. Мы должны быть готовы. Продолжение эстонии сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok